86% – такова строительная готовность детского сада в новом городке. Возведение ключевых для района социальных объектов обсуждали на выездном совещании. Три садика строятся по программе губернатора региона «Наши Подмосковья». Руководители районной администрации продолжают контролировать ход строительства. Динамика положительная, все под контролем. Финансирование устойчивое, материалы строительные поступают, тоже устойчивые. Все работают и графики. Еще один важный социальный объект – практически готов к вводу в эксплуатацию. Физкультурно-здоровительный комплекс с универсальным спортзалом и залом для единоборств уже совсем скоро сможет принять детей. На объекте завершили укладку паркета, осталось лишь устранить ряд недоделок. Так что любителям спортивной борьбы ждать осталось недолго. Конечно, хотелось быстрее его открыть. Там все-таки очень много деточек ожидается, будут заниматься. Нам хотелось бы быстрее его открыть. Но тем не менее, с недоделки им, конечно, открыть нельзя. А есть примерная дата открытия по запланированию? Я думаю, 18-го крайний срок. Марта? Да. На контроле и строительство перинатального центра – объекта, важного не только для Щелковского района, но и для всей Московской области. Возведением занимается строительная компания «Мортон». На стройплощадке работают порядка 700 человек. Ведутся внутренние и внешние отделочные работы, прокладка инженерных коммуникаций. По словам строителей, к концу апреля основные виды работ будут завершены. В конце апреля строительная готовность будет стопроцентная? В конце апреля – да. И фасад? И отделка. И кровля? И отделка, и кровля. У нас по графику 25 апреля. Руководитель районной администрации в свою очередь заверил, что контроль за возведением объекта будет продолжен. Также в рамках выездного совещания Алексей Валов выехал по адресу, откуда поступило обращение на горячую линию администрации района. Жители дома номер 15, корпус 3, обратились в жалобы на неприятный запах, доносящийся из подвального помещения. Проблема появилась после ремонта консуляционной трубы. Алексей Валов дал указание провести дезинфекцию подвала. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».